Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня мы продолжаем тему знакомства с собой. Узнаем, что же надо сделать, чтобы наконец-то разобраться в себе, в своих чувствах и эмоциях и просто быть собой. В гостях у нас психолог Ксения Дубинина. Ксения, здравствуйте! Добрый день, Галина! Знакомство с собой в разном возрасте, оно выглядит по-разному. Мы уже в прошлой программе немного затронули эту тему. Расскажите, пожалуйста, об этом, вот на разных этапах, как это происходит и на что нужно обращать внимание, какие акценты расставлять вот в каждом периоде жизни своей. Да, действительно так. Каждый возраст несет в себе как и позитивные моменты, так и что-то. Зону роста мы в себе однозначно открываем. С того, когда рождается малыш, у родителей возникает вопрос, что же с ним делать, как максимальную любовь донести и как не навредить. Так вот, уже в прошлой передаче мы с вами посоветовали книги и рассказали уже о том, что до года происходит отделение «я», 2 и 3 отделения от мамы, до 7 самооценка. И вот родителям предлагаю, наверное, того внутреннего ребенка, который максимально представлен в их ребенке, а когда малыш топает ножками и говорит «хочу», это вот явное представление, что на арену вышел он, вот тот самый внутренний ребенок. И вот в зависимости от возраста пытаться не задушить его, может быть, и любовью, и какими-то социальными нормами воспитания, как это было принято, например, в наших поколениях или поколениях бабушек и дедушек. Воспитывая детей, многие родители, ну тоже такая практика, может быть, немного устаревшая, они запрещают говорить слово «хочу» и просят заменять какими-то, ну, другими словами. Как вы считаете, можно так делать или нельзя? Ой, вы знаете, я очень люблю ролевую модель Эрика Бёрна, считаю ее такой основополагающей. И на самом деле, когда мы говорим «хочу», мы ведем дружбу и беседу с нашим внутренним ребенком. И зачастую мы в большей степени свои либо родители, либо взрослые. А наш ребенок, хорошо бы, если просто спал где-то внутри, как эго-личность, так хуже всего мы его наказываем и ставим в угол. Но вот в моем представлении, когда родитель говорит о том, чтобы ребенок что-то там хотел, или наоборот говорил «не хочу», он вот просто этого внутреннего ребенка у своего малыша ставит в угол, да еще и на горох. Мои советы не могу давать, да, это не в рамках этики психолога, но однозначно почувствуйте и попробуйте следственную цепочку из этого выявить. Вот если он сейчас уже не хочет, а что же будет дальше? Когда он пойдет в школу, когда он пойдет в институт? А как он сам может понять, какую дорогу ему в этой жизни выбрать? Куда пойти учиться? Потому что тот самый вопрос «что ты хочешь?» Ответа не будет, потому что нет привычки его с собой согласовывать, со своим собственным «я». Надо давать ребенку проявляться, да? Я считаю, что да. И проявлять свои желания. Конечно, это иногда очень для психики материнской и отеческой, ну так скажем, как корректно-то вот сказать, тяжеловато. Но однако я считаю, у этого есть свои плоды. Свободный ребенок внутренне, он может принимать больше от этого мира прекрасного и больше насмотренности, и больше самому проявляться. А когда он закрыт или родитель сделал все, чтобы его закрыть, чтобы подчинить и сделать его удобным, я считаю, что это, ну, как бы, как сломать крылья. Хорошо. А другие возрасты? Когда мы с вами идем даже на работу, мы все в какие-то роли погружаемся. Идем на работу за рулем и едем. Участник транспортного движения. Идем по дороге просто пешеход. Пришли в магазин, роль сменилась. Это уже покупатель-продавец. И вот на самом деле очень много ролей выходит на арену, и мы их сменяем друг за другом. И отлично, когда они друг с другом согласованы. Когда в очереди, например, стоят все взрослые, а не дети. Хотя стоят вроде бы почтенные такие по возрасту люди. Расскажите про эти роли более подробно. Что это такое, что это значит? Ну, вот самый известный это вот ребенок, как мы уже сказали, взрослый и кто там? И родители. Как это все есть? На самом деле, если вы уже прочитали книгу Эрика Берна, мы сейчас с вами будем просто на одном языке общаться, а если нет, то очень вам ее рекомендую. Эго-состояние ребенка. И вообще, да, как они родились? Наша личность, она многогранна. И в ней присутствуют еще психологами, уже Эриком Берном в том числе, было выявлено, что три субличности. Это субличность ребенка, родителей и взрослого. То есть в каждом живет эти три субличности. Да, и чуть позже мы с вами невербально поймем, кто в нас в данном моменте, ну или в какие-то другие такие моменты. Эго-ребенка, оно как вообще сформировалось? Эго-ребенка — это про то, что с нами было в детстве. Это иногда даже наши мечты, наши мысли, наши паттерны поведения. И ребенок — это то, как наши родители с нами обходились. К сожалению, бывают такие случаи, когда не очень хорошо. Поэтому эго-ребенка во взрослом возрасте, оно также и проявляется. Когда мы с вами говорим про эго-родителя, то это опять стиль поведения нашего с вами родителя, либо значимого взрослого. Потому что периодически, ну такие ситуации бывают, что есть мама или есть папа, возможно, очень присутствует в жизни бабушка. И вот значимый взрослый такой, и эго-состояние родителя, оно будет таковым. Эго-состояние взрослого — это самый здесь и сейчас такой формат личности. Именно он в основном может принимать такие основополагающие решения в нашей жизни. Он не опирается на прошлый опыт, то, что делает ребенок и родитель. Он не смотрит в будущее, он здесь и сейчас находится. Это вот, если очень кратко, о том, как эти роли выглядят. Однако у зрелой личности они все выходят на свободу. Не вместе. Но иногда в расстройствах мы можем видеть и совершенно разные картины. Однако, когда личность согласованная и психологически зрелая, то, например, в творческих профессиях она выпускает на социальную арену своего ребенка, потому что именно он про творчество. И самая, наверное, прекрасная часть эго-состояния ребенка — это про то, что он как раз-таки говорит «хочу» и «не хочу», и свое творчество высвобождает. Именно оно нам это дарит. Или включаем, например, родителя, даже по отношению, например, к своим близким. Когда мы делаем это с ребенком, кстати говоря, вот, Галина, как вы думаете, когда мы с ребенком играем, в каком эго-состоянии лучше быть? Ну, в идеальной картинке. Ребенком тоже быть надо. Конечно. Не поучать, а тоже играть в тот самый конструктор, собирать мозаику, погрузиться в ту же самую пятилетку пятилетку или трехлетку, и чувствовать, и получать от этого удовольствие. Как распознать в себе эти роли? Как их грамотно выпускать, соответственно, ситуации? Отличный вопрос. У нас с вами был уже такой... И можно ли это осознанно делать? Или это само происходит? Можно все контролировать, но это будет неестественно. Как некоторые пытаются контролировать излишнюю, допустим, мимику, но выглядит это, ну, как минимум, странно. Так вот, мы уже в той передаче, в позапрошлой, поговорили о дневнике эмоций, ну, или дневник саморефлексии, как хотите называйте. То можно такой дневник родительского ролевого состояния завести. Так вот, ребенок, он всегда говорит, хочу, не хочу. Он еще очень много всего говорит, просто вспомните, ну, может быть, себя у маленького, ну, или если у вас есть дети или племянники, неважно кто, просто посмотрите на них. Родитель говорит, должна, не должна. Это опять, каждый из этих глаголов, он какому-то эго-состоянию подчиняется. И взрослый говорит, выбрала, решила. Если мы просто будем даже опираться на эти слова, мы уже сможем понять, в каком мы состоянии. Представьте диалог возлюбленных, когда, например, она, ну, возлюбленных-супругов. Ты должен выбросить мусор. Ну, кто она? Кто? Родитель. Родитель. Мама. Но это уместная ситуация? Это бытовая ситуация. Понимаете, ну а как? Не дашь какое-то пожелание, выбрасывай сама. Ну, из разряда, что, наверное, самые лучшие моменты, когда мы творим вместе, проводим приятное время, мы дети и в состоянии ребенка. Когда мы принимаем какие-то важные в жизни решения, мы действительно взрослые, мы не даем указаний, мы действуем безоценочно. Потому что, когда мы говорим про родителя, он ведь может и какую-то негативную коннотацию, так скажем, в кавычках, отвесить. Там, дурак. Это все про родителя. Это про оценку. Так же, как и похвалить. Поэтому уместность той социальной роли, которая вышла, конечно, она есть. И мы можем ею управлять. Понаблюдайте за своей речью. Отлично это в семейном диалоге работает. Ну, очень часто там мамы вместо жен, но иногда отцы вместо мужей. Просто вот за собой этими глаголами понаблюдайте. А что это дает смена этих ролей? Прежде всего, это возможность переключиться. Потому что на работе, если мы, например, контент-криэйторы или какие-то творческие личности, отдел маркетинга, например, отлично, что мы большую часть времени там дети. Потому что нужно придумывать что-то новое, нужно творить, нужно какие-то изыскивать новые варианты. Если мы будем там родителями, то вряд ли что-то получится. Смена ролей возможна и для того, чтобы существовать со своими близкими. Потому что иногда, когда родители становятся уже взрослыми, то мы меняемся ролями. И уже в почтенном возрасте наши родители становятся детьми. Это происходит абсолютно неосознанно. И вот заметьте, например, наши родители или наши бабушки с дедушками уже как будто бы эго-состояние ребёнка, оно максимально превалирует. А вы волей-неволей становитесь теми самыми родителями, которые помогают, которые хвалят, заботятся. А это именно родительская часть. Поэтому именно такая перестановка этих частей эго-состояния, она и важна. Получается, если человек, у него нарушена связь с самим собой, он не знаком с собой, значит, у него как-то нарушен этот баланс взаимодействия вот этих вот ролей внутренних? Дисбаланс возможен, но в большинстве своём он просто даже не понимает и не осознаёт, да не отдаёт отчёт, кто сейчас в нём. Иногда, например, проходя собеседование, отлично бы побыть взрослым. Если мы проходим его, устраиваемся на работу, хотим преподнести себя с лучшей стороны. Потому что взрослый, он даже смотрит вот так, face to face, когда мы не сверху вниз смотрим, как на какого-то проказника, ребёнка, и не снизу вверх, на будущего работодателя. Вот здесь отлично бы с ними подружиться с этими ролями. Есть на самом деле как вербальная часть этих ролей, так и невербальная. Расскажите про это. Вербальная часть, когда ребёнок, вот амбассадор слова фу, это моя трёхлетняя дочь, поэтому я так, возможно, очень погружена в этот возраст кризисный. Фу, бе. Хорошо. Ну что тут ещё скажешь? Ну что? Ива Готского прочитала, и Петрановскую изучила. Со смирением и принятием. Всё по Любви, Любовь и образование. Ребёнок ёрзает. Он вот ему и волосы поправит, и хочет вот максимально стать свободным. Отчасти инфантильность. Это тоже про эгосостояние ребёнка. Но прежде всего это про то, что ребёнок хочет чувствовать себя классно. Это потому, что он хочет. Хочу, не хочу. Сделай. То есть такие иногда побудительные коннотации. Также ребёнок может сомневаться в своих чувствах. Ты меня любишь? То есть это опять что-то детско-родительское, когда мы у родителей могли это спросить. Ребёнок может топать ногами. А иногда вот так в очереди посмотришь в супермаркете, какой-то очень взрослый ребёнок, около 50, тоже топает. Ну как к этому отнесёшься? Вроде бы так посмотришь, можно и осудить его поведение, а можно просто понять, что сейчас вот на арену вышел тот самый внутренний ребёнок. Будь взрослым здесь. Поэтому так же и другие роли. Когда говорит родитель, ну представьте вот, что ребёнок, эго-состояние, это первоклассник, которому 10 минут до перемены, а он уже вот никак. Вот ему вроде бы и выйти не надо, но и здесь уже быть не хочет. А родитель — это та самая учительница. Потому что в большинстве своём воспитательном процессе как же ещё быть с детьми. Поэтому в младших школах это в основном эго-эго, состояние родителя у учителя присутствует. В общении с ребёнком отлично два инструмента работают — шантаж и подкуп. Поэтому вот иногда родители, эго-состояние родителя, даже со взрослыми мужьями или жёнами такое используют. Может ли человек, который видит со стороны, что у кого-то другого, ну неуместная роль, ну вот в той же очереди, например, 50-летний ребёнок стоит, что можно сделать, чтобы человек переключился на другую роль и вёл себя по-другому? Может, есть какие-то механизмы? Лайфхаки. Да. Ну если есть ребёнок, кого нам не хватает? Родители. Родители. Но родители, бывает разный. Родители есть, которые критикуют, и родитель поддерживающий. Поэтому здесь вот интересно, в какой роли находится продавец, которому со всем этим разбираться. Отчасти, наверное, тоже ребёнок, который на другого ребёнка сейчас кричат. Поэтому если будете родителем, будьте поддерживающим. Чем можно помочь? А что можно сейчас исправить? Просто задайте вопросы. Если считаете, что что-то можете сделать, и это не перейдёт границей или будет возможным и допустимым, то пробуйте, да, включиться в эту историю. Про знакомство с собой теперь продолжим тему. Давайте вот немножко к практической части. В прошлой программе мы уже одно упражнение рассказали. Вот вы, может быть, телезрители, за эту неделю успели его выполнить. Может быть, ещё какие-то есть упражнения, что-нибудь такое интересное? Расскажите. Конечно, есть их, на самом деле, очень много. Мы сейчас про самые базовые, которые не займут много времени. Для одного упражнения понадобитесь вы самый листочек с ручкой, а для другого — доверенное вам лицо. Может быть, муж, может быть, мама. Неважно, кто тот, кому вы можете доверить свои истинные мотивы и желания, которые вам не стыдно будет рассказать. Так вот, моё любимое упражнение, которое я в своей практике часто использую, и в своей семье тоже, такое тоже случалось. Назвать «что ты хочешь». Вот к тем родителям, которые запрещают как раз-таки. Что нужно? Нужно задавать, нужно, чтобы вам задавали вопрос «что ты хочешь» на протяжении трёх-четырёх минут. Поверьте, это не так и просто, как может показаться. Первые восемь-десять слов прекрасно подойдут, особенно если вы в отпуск хотите. Оно пойдёт на ура. А потом возникнет какое-то время, какой-то диссонанс, и после какого-то десятого-одиннадцатого уже подсознание будет с нами разговаривать. Как раз-таки вот это про истинные мотивы. Человек задаёт вам вопрос, а вы отвечаете на него «что ты хочешь?». Вы отвечаете одно слово, и оно не должно повторяться. Каждый раз сказать «море» нельзя. Да, это сложно. Это сложно, но в этом есть и смысл. Засекайте таймер 3-4 минуты. Больше не надо. Сохраните семью. Это очень много 3-4 минут. Вы знаете, в какой-то момент на первой минуте действительно у моих клиентов иногда возникают какие-то такие «ну всё, я уже всё сказала». И машина, и море, и платье, и пирожное. Нет. Дальше будет интереснее. Поэтому попробуйте. Что делаете потом? Потом тоже интересно. Таймер закончился, вы всё назвали. Берёте уже мой любимый листочек бумаги. И вот здесь пишите «Мои мотивы». После этого нужно в столбик вспомнить максимально всё, что успели записать. И что проговорили. Написали. Иногда это много, иногда это мало. Посмотрите на то, что вы назвали первым. И вот, знаете, в 90-процентных случаях, когда это проговаривается первым, оно здесь первым не идёт. То есть приоритизация того, как вы этот список составили, и ваше желание, как они там отразились. Из этого списка нужно выбрать что-то одно. Максимально исполнимое уже сегодня. Ну, например, вот из опыта. Кто-то захотел платье, а кто-то захотел пирожное, а кто-то захотел, чтобы он отдохнул. Что-то такое выберите. Сделайте уже сегодня. А завтра за это себя поблагодарите. Благодарность у каждого своя. Она может быть выражена в любви к себе, в приобретении чего-то. Не важно, как это будет, главное сделайте. И поставьте галочку. И вот такой список ваших истинных мотивов у вас появился. При знакомстве с я, с вашим внутренним, у вас образовалось то, что вам максимально важно. И вот после 8-го, 10-го как раз открылись те самые ваши внутренние грани, чего же вы хотите. И когда самое интересное, мои клиенты проговаривают в самом начале, например, что квартира, машина, успех на работе, деньги. Но когда в первых таких этапах списка идет отдых, спокойствие, семья, здоровье детей, то приоритизация, она несколько смещается. И фокус внимания смещается. Вот этот инструмент, что ты хочешь, проделайте. Но, повторюсь, это спокойная обстановка, когда вы никуда не спешите и когда вам хочется это сделать. Еще одно упражнение. Я тоже его очень люблю. Благодарю за него Константина Сергеевича Лисецкого. Он его подарил на наших лекциях. Я его сама использую. И тоже буду рада, если вы им воспользуетесь. Вам нужно будет листочек разделить визуально на 4 блока. В этих блоках вы будете тоже записывать, но старайтесь не повторяться. Чтобы слова были каждый раз разные. Наверху вы напишите «Я имею и хочу иметь». «Я имею и хочу иметь». Очень простая фраза. И здесь всегда много качественно пишут. Вторая фраза. «Я имею, но не хочу иметь». Здесь уже сложнее. Третья фраза. «Я не имею, но хочу иметь». Ну, здесь вам, я думаю, не будет сложно. И финальная четвертая строка. «Я не имею и не хочу иметь». Ну, вот здесь, конечно, всегда это примерно об одном и том же. Но это все абсолютно и то упражнение, что ты хочешь. И это, оно про ваши внутренние мотивы, которые где-то будут под социальной маской, под необходимостью чему-то соответствовать. А где-то будут действительно вашим истинным внутренним ребенком. Потому что, Галина, отметьте и заметьте, да, что там мы думали только о том, что мы хотим. И здесь это про то, что я хочу. Ну, или не хочу. А это тоже про эго-состояние ребенка. Когда он наступает, тот самый момент, когда человек вот говорит, вот, я, это я. Это я, здравствуйте. Да. Ну, знакомиться с собой, как и учиться, я считаю, нужно всю жизнь. Потому что даже те роли, которые мы с течением времени меняем, ну, в нашем случае мы были девочками, потом девушками, женщинами. Я стала мамой. Следующие роли — это роли бабушки. И в каждой из этих ролей мы однозначно будем другими. И будем разными. Казалось бы, странным, если, например, в роли бабушки мы будем оставаться в роли маленькой девочки. Это будет вызывать и диссонанс у нас самих, и диссонанс у окружения. Поэтому знакомство с собой и сколько времени это займет, у каждого это свой путь. Не торопитесь. Если прошло уже даже 30-40 лет, ну, уже спешить некуда, ничего не потеряли. Важно попробовать и не бояться. Здесь еще один такой момент, что просто начните, даже если боитесь. Вот как в основном пишутся там великие романы или какие-то очень красивые истории. Даже если у автора и приходит муза, то она приходит не всегда. А иногда это просто ежедневный труд, когда автор просто садится и пишет текст. А потом уже приходит то самое состояние. Так вот и здесь. Сами упражнения много времени не займут. Три-пять минут. Ну, моя история и автобиография, если вы уже и начали писать, это тоже пять, может быть, десять минут в день. Поэтому все в наших руках. Ну, на наше состояние и на нас самих влияет, в общем-то, окружение. И зачастую бывает, что некоторые люди вокруг пытаются сбить нас вот с этого пути и, получается, сбивают нас со своего «я». И человек перестает уже осознавать свои чувства, понимать, что он хочет. Кто они, эти люди, которые сбивают, и как распознать такого человека, ну и как-то абстрагироваться, отстраниться, может быть, от него. Или не стоит этого делать? Такой очень интересный и одновременно сложный вопрос, потому что наша жизнь, она иногда заставляет нас контактировать с теми людьми, например, с которыми нам бы не хотелось контактировать. Иногда это наша профессия обязывает и наша работа. Иногда даже наши детско-родительские отношения, когда мы общаемся со своими родителями, они складываются таким образом, что становится сложно общаться. Но мы не можем убрать эту связь. Вот, да, та пуповина, которая связывает нас с нашими родителями от рождения до самого последнего дня. Эти люди, они будут. Вы должны верить самому главному, да, человеку, самому себе. У вас уже есть те, высказанные вашим бессознательным, ваши мотивы, которые помогут вам не сбиться с пути. Всегда будут те определённого рода, назовём их маятники, которые будут вас заставлять качаться в ту или иную сторону, потому что это, ну, даже кому-то в этот определённый момент это нужно и выгодно. Но вы знаете свой путь и знаете, куда идти. Как защититься? Нужно быть уверенным в себе, знать себя, как это, вектор, и придерживаться его. Как защититься оболочка вот этого? Приходит на ум, да, что когда ты знаешь, ты уже более вооружён. Знакомимся с собой, знакомимся даже со своим телом, потому что иногда непринятие себя, оно не только ментальное, когда мы не принимаем своего внутреннего ребёнка, да, внутреннего родителя, взрослого, но и не принимаем, например, своё тело. Понаблюдайте за собой. Есть один очень интересный кинетик, Валентин Шишкин. Он очень интересно рассказывает о том, как можно с точки зрения кинетики на себя посмотреть. Вот он рекомендует себя записать на видео. Даже о том, как мы реагируем на других. Как в какой-то определённой ситуации наше тело себя ведёт. Так вот, просто понаблюдайте за этим. Защищаться, наверное, нам придётся на протяжении всей жизни. Оно рано или поздно всё равно наступает такой момент. Мы делаем это ещё в школе, когда есть какая-то плохая компания. Или какие-то задиры. Потом во взрослой жизни мы соперничаем уже, например, по работе. И тоже, да, своего рода защищаемся. Потом защищаем себя там и своего ребёнка. Элемент защиты, он важный и нужный. Им тоже нужно овладеть. А отстраняться... Ну опять это, да, разговор про тот панцирь, в который можно закрыться. Но в нём нет развития и нет дальнейшего пути. В прошлой программе, Ксения, вы нам представили список рекомендуемой литературы, да, которую следует почитать, чтобы лучше познакомиться с собой вот на эту тему. А сейчас я хочу вас попросить, может быть, список фильмов, которые люди у нас, телезрители могут посмотреть, чтобы погрузиться в эту тему. Да, можно радовать себя не только прекрасной книгой, но ещё и фильмом. Однако я предлагаю смотреть на них, на те фильмы, которые я сейчас назову, уже сквозь вот те самые эго-состояния. Ребёнок, родитель, взрослый. И попробуйте не просто его смотреть, а добавить элемент кинотерапии. Это тоже полезно, потому что иногда в своих героях, в фильмах мы можем узнать и себя. Интересный фильм «Игра». Это фильм, психологический триллер. Например, герой попадает в абсолютно неизвестную для себя ситуацию. Он, фильм 1997 года, когда он живёт абсолютно стабильную жизнь взрослого, иногда родителя, а потом, когда ситуация меняется, вот кто выходит на арену, какие роли уже представлены, как он там проживает. Интересный фильм, интересно понаблюдать. Ещё один фильм — это спортивная драма Клина Исфуда «Малышка на миллион». Я думаю, многие смотрели, это такая больше даже драма, где изначально однозначно эго-состояние ребёнка, которое трансформируется у главной героини, по отношению к своей семье, по отношению к своему тренеру. Понаблюдайте за ним. Фильм достаточно тяжёлый с точки зрения даже его концовки, но как и приятный, весёлый фильм, и такой фильм тоже можно добавить. Ещё один фильм — это «Сладкая жизнь», 60-е годы. Он даже для нашей такой психологической насмотренности, насколько красиво это снято. Вот очень интересно понаблюдать за внутренним ребёнком главного героя. Несмотря на то, что мужчина уже взрослый, какой инфантилизм на протяжении отношений с другими женщинами, отношений с другими мужчинами по отношению к работе. Тоже вот здесь его трансформация, она есть. Мой любимый фильм «Унесённый ветром» именно 1939 год, где прекрасная Вивьен Ли, тоже чудесный формат того, как вы можете посмотреть, какой была Скарлетта Хара до войны, какая она после войны, какая она до своего череды замужества, какая она со своим ребёнком, она родитель или она всё ещё ребёнок, какую роль занимает Рэд Батлер. То есть вот здесь тоже очень интересно, когда вы смотрите уже через призму. А смотря через призму на других, вы, мало того, уже сможете глубже смотреть на себя, так и определять в своём окружении такие же социальные роли. Вот фильмы в этом очень помогают. И чтобы не быть только на стороне драмы, ну такой достаточно весёлый фильм «Всегда говори да». Ну здесь, думаю, понятно, про кого это. Конечно же, про ребёнка. Изначально вы увидите там родителя, а вот потом понаблюдайте, как трансформируется герой. Всегда ли ребёнок полезен? Вот может быть, в каких-то моментах нужно на арену выпустить взрослого или родителя, и это будет как минимум безопасно для жизни. Вот такие рекомендации. Спасибо, Ксения, за такую интересную, насыщенную беседу. На сегодня это всё. О том, как познакомиться с собой, узнать о своих настоящих предпочтениях и потребностях, мы говорили с психологом Ксенией Дубининой. Это была программа «Разговор по душам». До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова